Говорим о главном, делаем акценты на важном. В эфире рубрика под хэштегом. Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Яковлевна. Сегодня поговорим об опасности, которую в себе таит привычное городскому жителю устройства – лифт. В недавно построенном доме номер 4 по улице Ямашева Оренбурга 14-летний подросток оказался в западне лифта, который сначала, по словам мальчика, трясся и издавал металлические звуки, а затем и вовсе накренился и застрял между этажами. Дозвониться до диспетчера ребенок не смог. На помощь пришли родители, которые и вызвали аварийку. После получасового ожидания подростка вытащили, однако он говорит, опасаться привычного до этого лифта теперь будет долго. Подобных случаев по всей стране немало. 4 февраля этого года в подмосковных мытищах с третьего этажа на первый, по словам жителей, упал лифт, в котором находились двое взрослых и двухлетний ребенок. Случай произошел также в новостройке. Еще одно сходство – кнопка вызова диспетчера не работала. В каждом многоквартирном доме лифты обслуживает специализированная организация, информацию о которой можно найти прямо в кабине. Именно эта компания ответственна за содержание устройства. Своевременное обращение в случае неисправности может не только обеспечить комфорт при подъеме на нужный этаж, но и защитить от нештатных ситуаций. Необходимо позвонить по номеру телефона лифтовой компании, если... Устройство некорректно реагирует на нажатие кнопок. Например, если после нажатия кнопки пятого этажа загорается десятый, или не с первого раза лифт принимает команду. Если лифт издает странные звуки. Например, слышен скрежет или вибрация, чувствуется крен. Кабина движется произвольно. Частая жалоба на лифты – не то направление движения. Человек хочет попасть на четвертый этаж, но у лифта свое мнение. И потому он везет пассажира куда вздумается. Кабина останавливается ниже или выше уровня этажа. Такой неисправности редко когда придают значение. Подумаешь, несколько сантиметров разницы. Но на самом деле это свидетельствует о некорректной отладке лифта. А значит, и вероятность экстренной ситуации увеличивается в разы. Плохо закрываются внутренние или наружные двери. Насторожить должно не плотное, а также слишком быстрое или медленное закрытие. Жизнь каждого человека наполнена ежедневными трудностями и задачами. А потому небольшой дискомфорт при нахождении в лифте многие пропускают мимо. В обоих ранее описанных случаях жильцы многоквартирных домов ранее замечали признаки неисправности устройства, но не считали их значимыми. Тем временем специалисты говорят, лифт это прежде всего электроника. А значит, не исключены поломки. Любая всякница ломается, любая всякница стоит. Автомобиль бывает, что ломается, который с прошлого года выпустили, даже это бывает. Средний срок эксплуатации лифта 25 лет. Если с ним бережно обращались и вовремя проводили техобслуживание, период службы может быть увеличен, уверяют специалисты. Кроме того, не стоит забывать и о правилах нахождения в лифте. Первое, на что необходимо обратить внимание – грузоподъемность. Информация по конкретному лифту указана внутри кабины. Иногда поломки происходят из-за регулярной перегруженности. Еще один фактор риска – попытки остановить закрытие лифта руками, ногами или посторонними предметами. Как правило, в кабинах есть кнопка удержания дверей. Она позволяет достичь цели без выведения устройства из строя. Не стоит позволять пользоваться лифтом детям до 7 лет без сопровождения взрослых. Из-за их малого веса устройство может отреагировать некорректно. На этом у меня все. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова